В России уже путем голосования обнулили сроки Путина. В комментариях вы обязательно спросите, какого это волнует Грузию. Я Марта Ардашелия и команда Амбови вам расскажем. За 20 лет правления Путина ни одному грузинскому лидеру так и не удалось угодить Кремлю. Печальный опыт показал, что проблема вовсе не в лидерах, которых мы, граждане Грузии, выбираем путем голосования, а в явлении независимое государство Грузия. Давайте вспомним исторические факты. Первый год президентства Путина, когда в Тбилиси еще был Эдуард Шеварднадзе, Кремль в виде наказания и попытки усмирения вводит визовый режим для граждан Грузии. Новый виток напряжения случился спустя 6 лет. После шпионского скандала и высылки из Тбилиси российских агентов. И опять Москва бьет по простым гражданам Грузии и начинает массовую депортацию грузовыми самолетами. Спустя несколько лет Страсбург признал этот факт нарушением прав человека и обязал Москву выплатить многомиллионный штраф. Эти эмоции не характерны для Путина. Он руководствуется собственными представлениями о том, что хорошо для него лично и для России. Грузинский народ, как собственно и другие народы, их интерес и судьба его мало забудет. В 2006 году Москва ввела эмбарго на грузинское продовольствие и вино. Сначала экономика страны испытала настоящий шок. Но этот жест стал настоящим мотивирующим пинком для грузинских виноделов, которые впоследствии стали осваивать более стабильные и платежеспособные рынки сбыта. Российский рынок это очень выгодный рынок, но это очень опасный рынок. Это очень нестабильный рынок, потому что он подвержен политическим влияниям. Поэтому надо, конечно, очень осторожно относиться к торговле с Россией в этом смысле. Если бы, например, я был на месте грузинских виноделов, конкретно взятой компанией, например, я бы старался всеми силами, чтобы не более трети моего экспорта было, так сказать, направлено на российский рынок. Иначе это связано с очень большими рисками. И мы не раз видели, что Россия, в принципе, она не соблюдает достигнутые договоренности и очень легко от них отказывается. Поэтому это, конечно, при торговле с Россией надо иметь в виду. Многие эксперты в мире уже говорят, что если доля российской экономики в экономике страны больше, чем 12% внешнего внутреннего валового продукта, тогда возможность state capture, присвоение государства вырастает. Эта цифра основывается на, так скажем, российских, в кавычках, инвестициях и в Европе, в центральноевропейских государствах, где потом Россия старалась этими деньгами повлиять на политические процессы, финансировать пророссийские партии и также содействовать коррупции. В 2006 году полным ходом шел процесс вывода российских военных баз из Грузии. В 2007 он, наконец, подошел к концу. Но кульминация произошла спустя год, когда Путин ушел в тень Медведева, хотя тень и всегда признавали последнего. Последние события прошедшей декады очень хорошо демонстрируют тактику поведения российского режима и режима Путина. Во-первых, это основывается на агрессивном ревизионизме существующего миропорядка и параллельно предложение новых правил игры, распределение мира по сферам влияния. И Грузия, так и Украина, и Черное море остаются в интересах России как сферы влияния. Но, с другой стороны, Черное море и наш регион являются краеугольным регионом для будущей европейской безопасности. Исходя из этого, конечно, я ожидаю, что будет какой-то накал страстей в военном и политическом смысле, в большом понятии Черноморского региона. И Грузия как раз подразумевается в этот регион для европейской безопасности. Если Грузия свернет с пути стратегического партнерства с Соединенным Штатом и с нашими европейскими партнерами, тогда вероятность того, что Путин в оппортуническом плане будет искать какие-то возможности для военной агрессии или экономических шагов, агрессивных экономических шагов, это более вероятно. Но такой же целью возможности является и Украина, например, где очень много вопросов для России стоит на кону как раз из-за той политики, которой Россия и Путин стараются придерживаться, чтобы достичь перераспределения для нового миропорядка в Европе и в мире. Во многом война 2008 года стала точкой невозврата, разрыв депотношений, признание России независимости, оккупированных ей уже территорией, выход Грузии из постсоветского фантома СНГ. Все эти достижения медведевского буфера Путин не только сохранил, но и приумножил. В политическом плане, идеологическом плане Путин воспринимает расширение границ демократии как угроза для своего режима внутри своего государства. И исходя из этого, как раз он начал свою авантюру по отношению к Грузии, а потом продолжил это по отношению к Украине. Так что войну против Грузии нельзя рассматривать как обособленную проблему. Это проблема общего большого контекста попытки Путина достичь агрессивного ревизионизма существующего миропорядка. В 2012 году, когда к власти в Тпилиси пришла, казалось бы, лояльная Москве грузинская мечта, изменений к лучшему практически не последовало. Если не считать восстановление торгово-экономических отношений и возвращение на экраны российских телеканалов образа поющего грузина. Был период, когда мы практически уже не зависели совершенно от российского рынка. И это был период до 2012 года. После того, как стали восстанавливаться торговые связи между двумя странами в результате известных событий, в том числе и работы формата Караси-Набашидзе, мы, конечно, стали более зависимы от российского рынка. В первую очередь это касается экспорта грузинского вина. Он увеличивается довольно серьезными темпами, и где-то две трети экспорта грузинского вина идет на российский рынок. И очень большая разница между рынком России и Украиной, которая стоит на втором месте. Я не вижу другой зависимости. Энергозависимости у нас уже давно нет. В принципе, мы энергодостаточная страна. Мы импортируем электроэнергию, но это не трагические объемы. Тем более, что у нас есть очень надежные партнеры и Турция, и Армения, и Азербайджан в этом смысле. Газом мы полностью снабжаемся 95% из Азербайджана. В 2019 году Москва вновь прибегла к политике кнута. Триггером послужило выдворение коммуниста Гаврилова. О нем мы рассказывали в первой передаче. По старой привычке Москва вновь перекрыла трубу. И в этот раз туристическую. Так что же Грузии с обнуления Путина? Если быть циничной, это в первую очередь стабильность. Поверьте, мы тут точно знаем, чего ожидать от путинской России. А чего ожидать не приходится, это деоккупация и отказ от навязчивой идеи блокировать развитие Грузии по западноевропейской демократической модели. В том числе с помощью множества своих сателлитов внутри страны. О полезных идиотах Путина, грузинской версии, обещаем, мы вам еще расскажем. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Продолжение следует...